здравствуйте в последнее время в продаже появилось довольно таки много цветов которые мы привыкли видеть с простыми соцветиями но сейчас есть эти же самые цветы с махровыми соцветиями вот например всем известная нам ипомея мы все привыкли вот такому граммофончику а вот такой вот шикарный очень красивый цветок у ипомея который называется леди флор и так практически ну вот по каждому цветку можно найти последнее время махровые экземпляры махровые цветки конечно более эффектные чем простые они и крупнее они интересны если посмотреть на простые цветки бегонии вечно цветущий и на махровые цветки конечно же любой отдаст предпочтение вот именно махровым экземпляром последнее время популярны петунии махровый портулак махровый да и наши привычные ромашки уже приобретают махровые собратьев как обидно бывает когда покупаем пакет на котором изображены очень красивые цветки а в результате получаем не махровые экземпляры а простые почему это происходит то ли мы не так ухаживаем то ли нам не те семена подсунули об этом сегодня и поговорим махровость это особое строение цветка когда у него больше лепестков чем в простом цветке махровость это во-первых и сортовой признак некоторых растений вот например astra astra это махровые растения бархатцы их махровость это также сортовой признак вот если посмотреть для примера простые бархатцы и бархатцы махровые но большинство современных махровых форм цветков это гибриды это результат селекции и гибридизации не все гибриды дают стопроцентно махровые цветки например левкой у них махровость процентов 50-70 то есть посадив махровые легко и вы в результате не получите все цветки махровые будет но половина может быть чуть-чуть побольше половины и производитель серьезный производитель зачастую это и указывает на пакете а вот такие цветы как питунья львиный зев бигоний дают практически стопроцентные махровые цветки и вот здесь если посмотреть вот приглядеться мы нигде простого цветка то и не найдем как не прогадать семенами и вырастет действительно махровые цветки еще раз повторюсь что отлив коев не ждите стопроцентной махровости если махровость является сортовым признаком и данное растение является сортом а не гибридом то есть у него нет в названии значка f1 тот обычно такие семена более дешевые и фасу фасуют их вот именно в граммах и обычно семян много если махровость достигается путем гибридизации то обязательно будет стоять в названии значок f1 семена гибридов дорогие вот такой цветок как на картинке вы получите если посеете семена а на второй год если вы соберете вот этих растений семена то на второй год вы не получите вот такой красоты вы получите простые цветки поэтому гибриды очень дорогим фасуют их от 3 ну максимум до 20 штук в пакете и многие знают что бывают что здесь вот и 3 семечки будут стоить довольно таки много денег поэтому когда вы видите гибрид который дешево стоит и там много семян то насторожитесь и это даже может быть причиной отказа от покупки если вы хотите вырастить вот именно махровые цветки и еще один совет как не выбросить деньги на ветер и вырастить именно махровые цветки покупайте семена серьезных производителей известных производителей очень многие указывают процент махровых цветов которых вы можете получить и если вы сомневаетесь все ли у вас будут цветки махровыми то тогда либо посмотрите в каталогах либо посмотрите аннотации растений и не ждите вот еще раз повторюсь не ждите махровости стопроцентный у левкоев когда многие жалуются что посадили а вырастили выросли простые цветки всем любителям махровых цветов я желаю вырастить шикарные растения с красивыми соцветиями вот такие например как у меня вот здесь у махровой бегонии ну а у меня на сегодня все